Я хочу вас приветствовать от имени Церкви Беларуси. Уже сказали, что я гость именно с этой стороны, самой ближайшей к вам соседке, по сути своей. Я нескольку служения заместителя епископа Беларуси и являюсь также ректором Минского теологического института. Но мы хотим с вами вместе рассуждать на Слово Господне, потому что это то, что является для нас духовной пищей, то, что дадал нам Господь, и через что мы с вами вдохновляемся, мы видим для себя определенные примеры учения, наставления, то, что дает нам силу и возможность проходить через различные жизненные трудности и обстоятельства. Буду читать из книги Бытие, 32 глава, 24 по 29 стихи. Я думаю, эта история для вас хорошо известна, это история, которая случилась когда-то с Иаковым. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления заря. И увидел, что не одолевает его. Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое. Он сказал, Иаков. И сказал, а ныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени мое? И благословил его там. История, которая говорит о благословении. Потому что основная тема, или же основное желание, которое было у Иакова, благословение. Если посмотреть историю этого человека, то она была достаточно непростой с самого начала. И что-то было в его характере, с одной стороны, хорошее. Но с другой стороны, то, что он не совсем правильным образом реализовывал. Ну, наверное, то, что всегда всем людям свойственно, в силу какой-то испорченности, из-за греха и так далее. Когда вроде и хорошего желания. Но не всегда хорошо это добиваемся. Когда он родился, он даже необычно родился. Женщина, которая принимала роды, говорит, странно. Обычно рождается из близнецов один, потом часокое-то там небольшой промежуток времени второй. А этот прямо-таки, держась за пятку своего брата, подталкивая, вышел. Вот так он быстрее вперед скринялся. Поэтому его назвали Иаков, или наибрите Яаков. Дословно-то переводится «толкающий пятку». Вот я не знаю, почему иногда говорят, что имя Иакова означает «обманщик». Но это абсолютно неправильно. Потому что, ну, вряд ли бы родители ребенка сразу назвали «обманщик». Откуда они знали. Вот, но Акем – это пятка, наибрите Яаков, толкающий пятку. То есть, как бы, подразумевая особенности его рождения. Вот родился младенец такой шустрый, быстрый. Быстрее бы где-то все распихать, раз, толкает пятку, держит своего названия «толкающий» или «держащийся за пятку». И вот это имя, как бы, характеризовало его, в принципе, быстрее вперед, добиться только своим путем. И он хотел хорошего. Он хотел получить благословение. Он хотел иметь благо первенца. И вот где-то в своем этом желании он на своем пути где-то даже других расталкивал, даже бежал. И в итоге вы знаете. Он рассорился со своим братом, потому что он обманывает путем. Сначала у него благословение первенца, как бы, для себя выпросил. Потом обманул своего отца, когда оделся подобно Исаву. И сказал, что он Исаву, тот его благословил. И из-за этого произошло огорчение. И в итоге ему пришлось даже убегать из дома своего, потому что старший брат, который был настолько сильно обижен, даже решил убить его. И вот когда Иаков шел, Господь на его пути встретился. Ему был сон достаточно необычный, когда он увидел лестницу, по которой ангелы спускались, поднимались. Но самое главное было, это то, что был Бог, который сказал ему о том, что у него благословение. Если он будет идти за ним, если он будет исполнять Божьи заповеди. И говорит, в итоге я тебе верну обратно на эту землю. Я буду тебе помогать, проспешиваться. И я тут понял, что да, желать благословения это очень хорошо, но стремиться к нему и достигать его нужно правильным образом, чтобы в итоге благословение не обратилось в проблему. Вернее, благословение в проблему не будет. Но неправильный путь достижения может к этому привести. И вот наша тема с вами рассуждения будет именно как раз та особенность, как получить благословение в нашей жизни. Какие писания, какие пути получения благословения и вообще что такое благословение. Мы это слово достаточно часто используем, но какой смысл в него вкладывается. Потому что по сути своей, если человек действительно имеет благословение, то его жизнь меняется. И даже обстоятельства его жизни меняются. И вы смотрите с церковью, чем закончилось. Когда он понял, как нужно получать благословение, и в итоге получил его от Бога, Бог говорит, отныне ты не будешь называться толкающий в пятку, и Аблах, ты будешь называться Израилем, или Исраэл. Дословно, опять же, в переводе с еврейского языка, поскольку это наиболее звучит, Эл это Бог. Исраэ – это форма еврейского глагола Сара, что означает сражаться, но сражаться так, чтобы одерживать победу. Знаете, можно сражаться и франировать, а можно сражаться и одержать победу. Вот Сара – глагол означает сражаться так, чтобы одержать победу. Отсюда вот это имя Израиль дословно означает тот, который сильный, потому что за него сражается Бог. Тот, который имеет победу в своей жизни, но потому что на его стороне Бог именно Господь ее дает. И таким образом, и сам этот человек назывался, как тот, который сильный в сражении, благодаря тому, что за него Бог. И даже весь народ потом начал называться народ израильский, как те люди, на чьей стороне Бог, за кого сражается Бог, который сильный в сражении, потому что с ними Господь. И вот эта суть благословения – дать силу от Господа, Сделать человека в этом мире побеждающим, а не проигрывающим, но побеждающим именно в том библейском контексте, преодолевающим грехи, преодолевающим трудности, побеждающим какие-то искушения, которые в жизни получаются. И в итоге имеющим благословение во всех сферах своей жизни. Если говорить о том, что такое благословение, то в Священном Писании мы можем найти несколько значений этого слова. С одной стороны, слово «благословить» означает сказать добрые, хорошие слова в чей-то адрес. Вот в определенном русском языке «благословить» звучит «добрословить», то есть сказать добрые слова, добрые слова в чей-то адрес. А вот произнести какую-то хвалу, благодарность, что-то хорошее. И вот в этом значении в первую очередь написано «мы должны благословлять имя Господня». Потому что это мы читаем, в местах Писания их достаточно много. Например, в 133-й псалом 1-2 стихи там так написано. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господня во время ночи». «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И иногда нам кажется, ну как мы можем Бога благословить? Бог нас благословляет, Он в нашей жизни что-то делает. Что мы можем в Его жизни сделать? Но в этом смысле благословить Господа означает воздать Ему хвалу. Сказать добрые, хорошие слова в Его адрес, поблагодарить за то, что Он делает в нашей жизни. Это очень важная часть нашей жизни. Потому что там, где люди благословляют имя Господне, там ощущается присутствие Господне. И поэтому хотим мы пережить Божье присутствие в нашей жизни, ощутить Его близость. Начните благословлять имя Господне. «Выражайте Ему хвалу и славу». Это то, что мы делаем, когда мы все вместе поем. Мы благословляем имя Господне, потому что мы говорим Ему хвалу. Это то, что мы делаем, когда мы вместе молимся. Мы выражаем хвалу Богу. Это то, что мы в нашей жизни должны делать – выражать хвалу Господу. И через это мы будем ощущать Божье присутствие и выполнять то, что написано в Писании – благословляйте имя Господне. Во-вторых, слово «благословить» означает призвать Божью благодать, защиту и помощь в жизнь другого человека. И хорошим примером этого являются даже сами слова благословения, которыми нужно было благословлять сынам Аароновым народ израильский, о чем сказал им Господь. В книге «Чисел» 6 глава, 22-27 стихи мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». То есть, таким образом, перед Богом, обращаясь к Нему, мы говорим человеку, чтобы тебя Бог благословил. И это благословение выражается в призвании Божьей защиты в жизни этого человека, Божьей милости в жизни этого человека, и того, чтобы Господь дал мир в жизни этого человека. И, соответственно, это то, что мы делаем, когда мы благословляем друг друга. Мы призываем перед Богом Его помощь, защиту, благословение, которое выражается в мире Господнем в жизни этого человека. Ну и третье значение этого слова – благословить кому-то, дать что-то хорошее, сделать какой-то хороший подарок. Вот иногда мы, как христиане, такое выражение используем. «Я хочу тебя благословить». Я не знаю, скажем, насколько, может быть, у вас это популярно, но вот у нас, скажем, часто такое бывает. Один брат к другому приходит, говорит, «Слушай, у меня такой хороший урожай картошки». Знаете, белорусы картошку любят, поэтому нас бульбашами зовут. Говорит, у нас хороший, ну бульба – это картошка по-белорусски. Говорит, у нас хороший урожай картошки, я хочу тебя благословить картошкой. Я там два мешка тебе привез. Ну и еще чем-то благословить, не знаю, там, скажем, какими-то хорошими вещами. Но если уже мы благословим, то надо чем-то хорошим благословить. Не так, что осталась какая-то мелкая картошка, слушай, и выкинуть жалко, на тебе благословлю. Такое благословение вряд ли принесет благо. Но это хороший библейский принцип, и это слово мы находим даже здесь. Вот опять же, возвращаясь к Якову, он понял, что принцип благословения в том числе другим давать. И чтобы примириться с своим братом, он понял, надо его благословить. И он там отправил 200 коз и 20 козлов с ними, 200 овец и 20 баранов с ними, кучу верблюдец с жеребятами и так далее, куча подарков. И каждый раз, когда толпа животных шла, писал, смотрел, кто такие. Он говорит, о, это раба твоего, Якова, Бог его благословил, он тебя хочет этим благословить. И, наконец, когда пришел Яков, говорит, прими, брат, благословение мое. И даже упрашивал его. Наконец-то согласился и принял. Поэтому это хороший принцип. Если кто-то вас хочет чем-то благословить, не надо, чтобы упрашивали, принимайте, это нормально. И сами будьте тоже благословляющими. Это то, что мы можем делать на основании Писания. Итак, вот три таких стороны. Но я бы хотел вместе с вами больше уделить внимание именно тому, когда мы словами произносим благословение. Почему это так важно? В чем заключается суть молитвы благословения? Почему мы молимся о благословении детей? Почему мы молимся о благословении людей на служение? Почему мы просто в каких-то тех или иных нуждах говорим, помолитесь, чтобы Господь меня благословил? В чем суть этой молитвы? Это просто какая-то христианская традиция или же в этом есть определенное действие, которое производит какие-то особые проявления Божьей силы в жизни человека? И почему именно Бог так сказал, что наши слова будут иметь значение и даже Бога побуждать, чтобы Он что-то делал в жизни человека? Видите, когда Бог сотворил человека, Писание говорит, что Он сотворил человека по своему образу и подобию. И в данном случае речь идет не о том, что мы внешне похожи на Бога, но что Бог не имеет какой-то конкретной физической формы. Писание говорит, Он есть Дух, который наполняет собой всю Вселенную. Поэтому Бог вездесущий, Он одновременно везде, Он всезнающий. Он знает все наши мысли, наше прошлое, настоящее и будущее. От Бога нет ничего сокрытого. Может быть, Он не всегда делает явным свое присутствие, но тем не менее Он везде. Как написано, сойду ли я в преисподнюю, даже и там ты. Или там поднимусь на небеса, там, или еще куда-то, везде ты. И вот в данном случае, поэтому Бог и запретил делать любое свое изображение, потому что невозможно Бога представить. Как только мы представим, мы тут же сведем Божье присутствие к какому-то конкретному месту и скажем, где-то будем воспринимать ее как какой-то завершенный образ. И вот иногда даже мы такое выражение используем. Господи, приди к нам. Хотя с позиции Библии это не совсем правильное выражение. Бог не приходит и не уходит. Бог одновременно везде. Мы просто хотим, Господи, сделай нам ощущаемым Твое присутствие. Но если человек думает, что Господь где-то ушел, а вот теперь пришел, соответственно, довести себя по-другому, то он заблуждается, потому что Бог видит его везде. Не только, когда мы находимся в доме молитвы, но где бы мы ни находились, всегда Господь видит каждого из нас. И не только видит, что мы делаем, но и знает даже, о чем мы мыслим. Вот поэтому мы должны быть в правильных отношениях с Богом, понимая, что в конечном итоге мы дадим перед ним отчет. Но с другой стороны, смотрите, создав по своему образу и подобию, что имеется в виду? То есть Бог наделил человека как личность определенными качествами, которые именно помогают, скажем, человеку отобразить что-то то, что свойственно Богу как личности. И смотрите, Бог создал нас со свободой воли. Мы можем делать выбор между добром и злом. Бог создал человека со способностью к творчеству. Бог творец, который что-то новое делал, сотворял. И Он дал человеку способность что-то новое придумывать, конструировать, сотворять и так далее. Бог, который является абсолютным владыкой, поделился с человеком этим владычеством и дал Ему землю во владычество. Много есть других моментов, но вот именно еще есть один интересный момент. Божье Слово обладает абсолютной властью. И Писание говорит, что сказал Бог и стало так. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Сказал Бог, пусть земля произрастит, какие-то растения, и стало так. Сказал Бог, и произошло. Все сотворено Божьим Словом. Естественно, мы, как Бог, не можем из ничего Словом что-то творить. Но в силу того, что Бог наделил человека своим образом и подобием, Он слова человека тоже наделил определенной силой производить какие-то действия. В первую очередь в духовном мире, потому что Слово нематериально. И поэтому наши слова имеют силу, и они производят определенные действия. Вот смотрите, мы словами можем кого-то ободрить, правда же? И вроде мы ничего ему конкретно физически не сделали, но мы сказали слова, которые подняли настроение человеку, которые ободрили его, которые дали ему какую-то силу идти дальше, Учешили ли его еще что-то? Или мы можем сказать слова, которые разочаруют человека, обидят его, жизнь изменят. Вот смотрите, конфликты в семье. В большинстве случаев с чего начинается? Со слов, правда же? Где-то кто-то что-то кому-то сказал, что-то старое припомнил. И потом, чем дальше, тем больше. И потом начинаются такие вещи там. Ой, помню, ты всегда таким был, и 20 лет назад такое было. А помнишь, как мы женились, что ты там утворил? Да, конечно, ты просил прощения, но я до сих пор помню. Нет того, чтобы я не мог простить и потом не припомнить. Человеческая натура. Вот где-то в запале сказал. Потом, ой, прости, прости, я же тебя так люблю. Но вот где-то это внутри, а все-таки помнишь, что 20 лет назад было, хоть и любит. И кажется, вроде слово произнесенное, но произвело действие. И где-то какое-то сомнение что-то посеяло в жизни человека. Вот почему Господь нас предупреждает и говорит, что обращайте внимание на слова, которые вы говорите. Ваше слово не бывает просто так произнесенным, оно производит какое-то действие. Смотрите, те 12 разведчиков, которые с израильского народа ходили осматривать землю. Видели одинаково. Вернулись. И хотя те люди, которые туда не ходили, не знали, что там. Но эти слова, которые им сказали, произвели действие. 10 человек и 2 человека, которые говорили по-разному. Двое говорили, да, там большие люди ходят, но там хорошая земля, и если Господь с нами, кто против нас, Господь даст нам победу. Ободряли людей. И если бы, скажем, никто другой больше ничего не говорил, что бы сделал израильский народ? Пошел бы и вошел в эту землю, правда же? Что делали 10 других людей? Там такие люди. Да мы как посмотрели наш рост с их ростом, да это же как саранча. А эти великаны, эти глаза у страха большие. Ну не были же такие пропорции, что они нам как саранча в их глазах были. Но рассказали, настолько убедили. Смотрите, словами. Хотя никто не видел еще этих великанов. Но слова произвели действие. Настолько сильное, что народ даже воспротивился Божьему повелению. И не проявил непослушание. И в результате 40 лет ходили кругами по пустыне, пока там все не перемерли. Слова производят действие. Смотрите, другой момент. Бог, наделяя человеческое слово определенной силой, дал эту силу вне зависимости, верит человек Бога или не верит. Но слова производят действие. Это предупреждение, что полчаса до окончания служения осталось. Я внимательно слежу за этим. И вот что происходит. Слова производят действие. Вы смотрите, на чем основываются многие принципы духовных действий в этом мире. Мы знаем, что кроме слов благословения, такую же силу в определенной мере имеют слова проклятия. И этим пользуются люди, которые используют бесовскую силу. Я думаю, вы знаете этих бабок, шептушек всяких, которые наговорят, наговорят, что это произвело. И происходит проклятие, и производят действие. Или же, скажем, те же самые экстрасенсы, гипнотизеры говорят определенные слова. Они производят действие. И это действие производит что-то в духовном мире. И злоб начинает происходить в жизни человека. И проклятие начинает сбываться. Единственное, мы с вами, как верующие люди, знаем, что мы находимся под защитой Господней. И что бы нам кто ни говорил, Господь защищает нас. Проклятие вернется к тому, кто его говорил. Но только потому, что Бог нас защищает. Если Бог не защищает, слова сказанные, производят действие в духовном мире, и начинает происходить беда. Я могу вам свидетельство со своей жизнью рассказать. Наша семья не была изначально верующей. И особенно по папиной линии моего отца, там была как раз моя прабабушка вот такой бабкой-шептушкой в деревне. Ее там боялись. Я ее помню еще, потому что она умерла, когда мне где-то лет 6 или 7 было. У нее такой вид даже был. Вот не знаю, насколько вы там представляли сказочных персонажей. Но она мне почему-то всегда бабу-ягу напоминала. Ну и такая свирепая бабка на вид была. И она там в деревне гадалась, нашептывалась, снимала порчу, наводила порчу. Ее там боялись все. Я помню, когда она умирала, даже вот в доме такие, знаете, сверхъестественные вещи происходили. Мебель сама по себе двигалась, какие-то крики были, посуда билась. И она с таким перекошенным от страха лицом умерла. Потом уже, когда мы стали верующими, я понимал, что это означало. И вот из-за того, что она занималась оккультизмом, кого-то проклинало. В ответ ее и ее род проклинали. По отцовской линии, большая часть моих родственников, моих двоюродных, второюродных братьев, сестер, никто даже до нормального возраста не дожил. Вот, так скажем, моя второюродная сестра закончила школу, 10 классов тогда еще, вот, на второй день после выпускного. Пошла, искупалась, заболел спиной легких, через два дня умерла. Еще один двоюродный брат шел, собака навстречу выбежала, гавкнула, напугала его, сахарный диабет, через три года умер. Там ему было 23 или 24 года. Потом еще там некоторые были, и практически большая часть моей бабушки, часть сестер, ее родных, кто-то там никогда замуж не вышел, они между собой по жизни ругались. Там такие вещи были. И много таких вещей происходило. Как-то, я не знаю, вот, скажем, хранил, вот, скажем так, наше родство Бог, хотя еще, скажем, мы и даже не были верующими, но вот как-то так не произошло. И потом уже, когда мы покаялись, благодаря тому, что были люди, которые рассказывали о Боге, и получается уже по маминой линии моей бабушки, которая тоже была неверующая мамина, ее тетка, она была верующим. Она была пророком Божьим, была членом церкви Пятидесятников, и она усиленно молилась о всех нас. И вот благодаря, смотрите, тоже словам молитвы, но благословения, несмотря на то, что с другой стороны были эти колдуны и всякие прочие, Бог хранил нас. Хотя даже мы были неверующими, но сила слов благословения производила защиту Божью. И вот в итоге покаялись мы, и особенно, когда мой отец покаялся, они, ух, как злые были. Слушайте, мы приходим в сослужение домой, что только не творили. Приходим, то какие-то иголки в двери воткнуты, то какие-то веревки черные на ручках навязаны, то некие знаки, то сжженная бумага какая-то. Но, знаете, мы как-то не боялись, знаете, Господь нас хранит, вытащили эти иголки, выкинули их, хотя вот и все, какие-то другие вещи. Но, понимаете, Бог защищает. Они только периодически спрашивают, ну, как у вас дела? Не болеете? Все ли нормально? Все нормально, слава Богу, Бог защищает. Но мы уже за них начали молиться все вместе. В итоге моя бабушка, которая была дочерью этой колдуньи, 81 год крещения принимала в церкви пятидесятников. Дедушка тоже покаялся буквально там за небольшой промежуток времени до того, как он умер и умер с верой в Бога. С маминой стороны ее родители в том числе тоже потом покаялись. Дедушка там буквально за полчаса до смерти покаялся. Верняка, получается, бабушка была уже верующей, он был очень злой на это, даже гонял ее там вокруг дома, когда она в церковь ходила. Потом, когда она умерла, тем не менее, разрешил верующим ее похоронить, хотя был негативно настроен. Она умерла в марте, он умер в том же году, только в сентябре. И вот мы все молились, Господи, потому что знали, что у нее такое здоровье не очень. И в итоге у нее был третий инсульт, он потерял сознание, лежал в коме. Мы молимся, и мамины, скажем, мама, ее сестры возле него там дежурили. И вот как раз одна из маминых сестер, которая тогда еще была неверующая, дежурила возле него. И вдруг раз он очнулся. И на нее говорит, ее Галя зовут, Галя, хочу покаяться. Она, а как, что делать? Ну, нашла, значит, Евангелие там, где в конце молитва покаяния грешника написана. Вот она ему ее прочитала, он за ней повторил. Добавил фразу, прости меня, Господь, что я всю жизнь так бесцельно прожил. Через пять минут потерял сознание, еще через пятнадцать минут умер. Господь, скажем так, в последний момент дал ему возможность, потому что совершаясь опять же молитвы. Вот смотрите, насколько Бог со своей стороны производит, и насколько со своей стороны сатана пытается, опять же, через слова, повлиять. Но Божья защита сильнее. Вот почему настолько важно быть под Божьей защитой? Потому что тогда ничто не коснется, потому что Бог на нашей стороне. И вот эти слова все-таки имеют значение силу, и люди обращаются. Смотрите, даже, скажем, какие-то речи, произволь действия. Вернуться к коммунистическим временам. Ленин с броневика некую речь произнес, восстание поднял, народ революцию сделал. Словами убедил. Все, все поделим, все будете счастливы, поверили. Хотя в итоге никто счастливым не стал. Но сделали, сделали, словами, словами. И с другой стороны, проповедь во время евангелизации. Мы говорим, Слово Божье, оно производит жизнь, но ко благу. И люди возрождаются и получают спасение. Тоже слова. Слова, правда же? Поэтому слова имеют значение, имеют силу. Вот почему Иисус Христос предупреждал. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Потому что Бог дал способность нам, как людям, через свои слова производить какие-то действия. И поэтому, когда мы что-то говорим, братья и сестры, наши слова производят действия. Либо во благо, либо во зло. И поэтому мы должны наблюдать, чтобы мы не сказали что-то, что огорчит нашего брата или сестру. Пусть наши слова будут как раз теми, которые ободряют, вдохновляют. И даже если кому-то делать замечание, то не просто критикуют, а помогают исправиться. В этом есть разница, правда же? Можно так покритиковать, что человек вообще потом не захочет в церковь ходить. А можно подсказать так, что человеку захочется стать лучше. Есть разница в этом плане. И очень много от этого зависит, как человек говорит. Я читал такую интересную историю, скажем, взгляд на слова, как они производят действия, скажем, критика, но разная. Там просто сравнивали, скажем, подходы, которые свойственны в какой-то мере еврейской культуре или народу, которые имеют, скажем, большую традицию слов благословения от Господа. И, скажем, обычную. Скажем, ребенок получил плохую оценку в школе. Не знаю, там двойку, например, да? Приходит в обычную, скажем, славянскую семью. Как ты мог? Ничего не учишь. Ты тупой. Все дети, как дети. А ты в кого? Тебе что не стыдно? Что там не умеешь? Будешь таким непутевым? Двоечник какой-то? Учись лучше, будет лучше и так далее. Ну, вроде как сказали правильно, но такими словами, что, знаете, всякую веру и дальше потеряю. Разве я не путевый, разве ничего не получается, то что мне стараться? В еврейской семье приходят с двойкой. Как же так ты не смог показать, насколько ты умный, что преподаватель не оценил тебя по достоинству и поставил тебе двойку? Наверное, ты плохо постарался и не смог убедить, насколько ты мудрый. Постарайся в следующий раз лучше, подготовься и получишь хорошую оценку, потому что преподаватель увидит, насколько ты способен. Но ты можешь. Тоже практиковали, но вдохновили. Это разница подхода, но это слова. И вот поэтому, когда мы говорим слова благословения, Писание говорит, что в этом случае эти слова производят действие в духовном мире. И если мы призываем Божье благословение, именно потому, что Он наделил наши слова силой, эти слова открывают путь для того, чтобы Божья сила в особой мере начала действовать в жизни человека. И поэтому, когда мы друг другу говорим в конце служения, пусть тебя Господь благословит, когда мы в молитве призываем благословение, это не просто так. Это то, что открывает действие Божьей силы и создает духовный заслон в жизни этого человека о действии силы зла. Вот почему мы призваны благословлять? Кто совершает благословение? Когда мы смотрим с вами Священное Писание, мы видим несколько различных путей, через что и через кого благословение приходит в нашу жизнь. Ну, прежде всего, сам Бог благословляет нас. Потому что это Божья натура. Он есть любящий, заботящийся, как отец о своих детях, о всех людях. И рассматривая Священное Писание, начиная от книги Бытия и заканчивая книгой Откровения, мы везде видим Бога благословляющего. Где-то Он судит, где-то Он что-то делает, но тем не менее, все равно Его желание благословить, сделать добро. И мы можем видеть, сколько раз Бог благословлял израильский народ. Сколько раз Он благословлял отдельных людей или все царства. Читаем Новый Завет. Иисус Христос благословлял тех людей, которые приходили, детей, которых приносили, которых приводили к Нему. И вот заметьте, каким образом ученики запомнили Иисуса Христа во плоти. Уже после своего воскресения из мертвых, после того, когда какое-то время Он с ними провел на земле еще, являясь, общаясь с ними, наступил момент, когда Он начал возноситься на небо. Вы смотрите, они смотрят на Него. И Писание говорит следующее. Евангелие от Луки, 24 глава, 50 и 51 стихи. Они всегда очень вдохновляют. «Вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, и благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». То есть, вот смотрите, в последнее, что они помнили, своими физическими глазами видя, это Иисуса Христа, Который поднял руки, на которых были следы от гвоздей, благословляя их, и вот так благословляя, поднялся и скрылся. И Он до сих пор по-прежнему благословляет нас. Он наш ходатай перед Отцом Небесным. Понимаете? И вот каждый раз, когда где-то ученики сталкивались с трудностями, с проблемами, где-то какие-то скорби приходили, гонения, они помнили. Что есть Господь, Иисус Христос, Который стоит и благословляет их. И что бы в жизни не было, Господь на нашей стороне. Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос по-прежнему благословляет нас. Он не меняется, правда же? Это то, что нас должно вдохновлять, через что бы мы ни проходили, какие бы трудности или проблемы мы не были в нашей жизни. Господь, если мы только не ушли от Него, Он благословляет нас. Он продолжает благословлять. И Божье благословение не приносит печали, но оно помогает пройти через то, через что нам нужно пройти, чтобы в итоге мы были участниками Божьей славы в Царстве Его. Поэтому мы имеем благословение от Господа. Второе, мы получаем благословение от тех, кого Господь поставил старшими над нами. То есть старшие священнослужители благословляют младших. Библия много говорит об этом принципе. Я уже не буду все тексты Священного Писания читать, поскольку есть особенности, скажем, там касается сана, соответствующего служения в церкви и так далее. Но, например, послание к евреям, 7 глава, 7 стих. Там так написано. Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим. Это библейский принцип. Господь создал свою церковь. И Он создал определенный порядок, который существует в церкви. И Он поставляет в церкви иных, написанных пасторами. И отдает им определенную власть, которую они осуществляют от имени Господня, руководя церковью. И чтобы показать, скажем, то, что эти полномочия даются от Господа, это определенное Божье правило или принцип старших, младших, Он наделил силы благословения, слово благословения служителей. И таким образом, когда пастор совершает молитву благословения, в ней есть особая сила, потому что Господь, поставив этого человека пастором, дал ему право и силу благословляющего слова, чтобы подчеркнуть именно вот эту позицию, в какой-то мере руководства над людьми. Вот почему Писание говорит, что неполезно, когда мы себя плохо ведем по отношению к пасторам нашим, и они плачут из-за нас. Потому что для нас это неполезно, потому что мы тогда лишаемся вот этого слова благословения с их стороны. Поэтому мудрость есть в том, когда мы приходим, и когда мы говорим пастору, помолись, чтобы Господь благословил нас. Отправляемся в отпуск, приходим, помолитесь, чтобы Бог благословил. Родились дети, приносим его в церковь, просим служителей старших, помолитесь, чтобы он благословил. Собершаемся заключить брак, вступаем в семейную жизнь, приходим в церковь, что мы делаем? Просим, благословите, и служитель призывает Божье благословение. Совершаем мы рукоположение, поставляем служителей на служение какой-то, епископы благословляют пасторов. Это не просто так, это принцип, который заложил Господь. И поэтому есть в этом определенный путь к благословению в нашей жизни. И поэтому пользуйтесь этим путем. Пусть старшие благословляют младших. И это есть правильный принцип нашей жизни. Следующее, через родителей дети получают благословение. И, кстати, этот принцип действует как у верующих, так и не у верующих. Потому что Бог создал семью. И Бог создал принцип отца и матери и детей, которые должны повиноваться своим родителям. И поэтому, чтобы опять же показать власть родителей над детьми, он наделил родителей силой благословляющего или проклинающего слова. И мы видим на странице Священного Писания, как и такие, так и такие примеры. Тот же самый Яков, опять же его вспоминая. Исаак благословил его, хотя он обманным образом взял благословение старшего. Но заметьте, были сказаны определенные слова, которые имели силу. И в итоге они начали производить действия. И когда Исаак пришел, говорит, отец, ну и меня благослови. Тот говорит, я не могу просто так разбрасываться словами благословения. Я понимаю значимость и силу этих слов. Я уже их дал твоему брату. Поэтому я не могу то же самое теперь сказать тебе. Я его поставил старшим над тобой. Поэтому я тебя тоже благословляю. Но уже не так у тебя будет в жизни. Или тот же самый Ной по отношению к своему сыну Хаму. За его неправильный поступок он сказал другие слова. И в итоге были последствия определенные. И Ака уже понимая значимость слов благословения, написано в Писании, когда уже он был при смерти, старый, пожилой, позвал всех своих сыновей. И написано, каждому дал особое благословение. При этом его слова имели даже пророческий смысл. Благословил Иуду и сказал, от тебя произойдет царь, который будет на престоле. Мы знаем, что по сути своей Давид и так далее, это было родословие царя, который был из колена Иудина. И в конечном итоге Иисус Христос, который по плоти был из колена Иудина, стал царем царей во веки веков. Это было слово благословения. Благословил других царей, каждому дав особое благословение, которое произвело влияние не только на самих детей, но и на их потомков. Поэтому это очень важный принцип. Мудрые дети всегда ищут благословение у родителей. И поэтому, пока мы, скажем, живы, да, и пока живы наши родители, неважно, сколько нам лет, неважно, сколько нашим родителям лет, пока у нас есть живые родители, дети, всегда ищите благословение у родителей. Потому что это то, через что Бог вас будет благословлять. Мы родители, пока мы живы, неважно, сколько лет нашим детям, может быть, у наших детей уже даже свои внуки есть. Поскольку вы, родители, Бог дал вам право благословлять и силу благословляющего слова. Благословляйте ваших детей. Какими бы они ни были, призывайте Божье благословение. Оно будет производить действие в их жизни. И может быть, иногда мы при жизни не увидим до конца произведенного действия слов благословения. Но поймите, оно никогда не бывает тщетным. Потому что Бог бодрствует над тем словом, которым Он сказал. И если Он наделил родителей силой благословения, это благословение производит действие в жизни детей, внуков, правнуков. Поэтому пока вы живы, это одно из ваших призваний перед Богом. В молитве благословлять своих детей, своих внуков, своих правнуков и всех тех, которые у вас есть. Это будет производить благословение. И, наконец, последнее. Крестьяне благословляют друг друга. Это то, что мы с вами делаем по отношению друг к другу. Первое послание Петра, 3 глава, 8-9 стихи. Наконец, будьте все единомысленны. Благословение, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Зная, что к тому вы и призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь как бы сразу две стороны открываются. С одной стороны, мы как верующие люди призваны к тому, чтобы наследовать благословение. С другой стороны, чтобы это наследование благословения происходило. Писание говорит, благословляйте друг друга. Поэтому пусть будут всегда ваши слова благословения искренними. Не просто, знаете, так, мимоходом, ну, благословение тебе. Вкладывайте в смысл то, что вы говорите. Потому что ваше слово имеет силу. Это то, что объединяет церковь. Объединяет нас с вами вместе, как братьев и сестер. Благословение друг друга. Вот даже когда Христос говорил, куда бы вы ни пошли, говорите мир. И мир Божий через ваше слово придет к ним. Не будут они достойны мира. Не переживайте. Он вернется к вам. Вы ничего не потеряете. Но не проклинайте. Благословляйте. Кого бы ни было. Потому что благословение произведет действие во благо. И поэтому пусть Бог даст вам особое благословение. Я бы хотел сейчас вместе с вами помолиться, призывая Божьи благословения в жизнь каждого из вас. То, к чему нас призвал Господь, благословяя друг друга. Давайте мы встанем и в молитве призовем Божьи благословения друг на друга. И имя Господне благословим. Божьи благословения.